Всем большим привет! Вы на канале Вечное Лето. Всем привет! Сегодня мы с родителями идем в безлимитный буфет в Батайе. Находится он на севере города, рядом с магазином Макро. Вот так вот выглядит заведение. Мы здесь уже были. Здесь вкусно. Мы смело можем это место рекомендовать и показывать родителям. Сейчас выберем свободный стол. Время из 27. Есть свободные столы. А сегодня будний день. Выходные, может не быть. В безлимитном буфете есть мясо, морепродукты, овощи. Сейчас все показываю, что здесь есть. Есть возможность самостоятельно готовить морепродукты на гриле. Это вот барбекю. Пойдемте покажу. Вот смотрите, кто-то уже поджаривает свои креветочки. Есть возможность варить в специальных таких сотейниках, кастрюльках. И сейчас мы все это дело сами будем готовить. В общем, друзья, заведение стоит, смотрите, здесь есть разные цены. Но цена сейчас 299 бат. Учтите это. Здесь можно сделать салат сомтам. Если вы умеете его готовить, то очень хорошо. Можете сами сделать. Время от времени сюда выносят свежие морепродукты. И вы должны успеть их урвать. Если вы успели, то можете идти и самостоятельно их жариться. Смотрите, что здесь есть из еды. За мной. Я знаю, что вы любите видео про безлимитные буфеты в Таиланде. Вот специально для вас. Различные грибы, лапша, кукуруза, овощи. Это все для того, чтобы самостоятельно сварить какой-нибудь бульон наваристый. Снова овощи. Морковка, лапша, полуфабрикаты. Рыбные. Там я вижу, есть креветки. Креветки есть? Да. Да, немножко. Немножко и кальмара. Дальше у нас мясо. Можно взять сало. Знаете, это топить все и жарить на нем. Потом есть свинина, говядина, курица. В различных маринадах есть рыба. Можете пожарить рыбу. Кстати, в холодильник мороженое. Тоже можете есть без ограничений. В этом кафе, кстати, можно есть без ограничений по времени. За фиксированную сумму едите сколько хотите. Здесь тоже различное мясо. Большой выбор мяса, действительно. Мясо, рыба, все здесь есть. Это дублируется отдел. Да, для любителей мяса здесь драм раздоли. Много. Следующий отдел это фрукты и овощи. Еще здесь есть роллы. Вот, посмотрите. Постоянно докладывают, поэтому нет смысла с горящими глазами подвигать, что-то хватать. Боясь, что тебе не достанется. И такого не будет. Нарезки овощей для салата. Заправки, кетчуп, соус. Майонез. Соус специальный для салата. А потом есть у нас капуста брокколи, отварные яйца, помидоры. Все как надо. Так, а тут у нас лед. Можете сами набирать. Немножко тайских сладостей. Честно, не понимаю их. Не люблю. Здесь у нас большие кастрюли. Давайте заглянем в них. Там соус. Острый тайский. В нескольких вариациях. Тут тарелки. Сами берется все. Здесь отдел готовой еды. Жареный рис с овощами. Рис отварной. Какое-то мясо. Куриные крылышки. Говядина с овощами. Так, это что? Какое-то мясо. По-моему, курица. Креветки в панировке. Какие-то полуфабрикаты. Куриные ножки. Картофель-фри макароны. Можете сделать спагетти с соусом. Дальше есть у нас, похоже, что-то на... Грибной суп, что ли? Грибной суп. Дальше пойдемте в самый интересный отдел. Смотрите, вообще, как выглядит само заведение. С этой стороны много столов. Вы можете сесть, но здесь громкая музыка. Мы решили сесть вон там. Там сидит Виктор уже. И, собственно, там потише и освещение лучше. Для нас это удобно. Следующий отдел с морепродуктами. В некоторых безлимитных бюфетах за морепродукты нужно отдельно доплачивать. Здесь не нужно. Все ходит в стоимость. Креветки постоянно докладывают. Вот смотрите, какие здесь огромные креветки. Обратите внимание, они такие синие, но когда варишь, они становятся красные. Грибешки, кальмары, мидии, какие-то ракушки, рыба. Она уже напичкана травами. Натираете солью и на мангал. И получается очень вкусная рыба в соли. Там есть отдел, чтобы приготовить сон там, салат зеленый папайи. Все уже натертое. И здесь у нас отдел, где вы можете заказать себе мясо. Такие уже стейки замаринованные. Свинина, говядина, курица, рыба. Все быстро, удобно. Они сами тут все жарят. Очень быстро, сочно и вкусно. На этом обзор еды заканчивается. Вы можете здесь заказать напитки. Воду, пиво, пожалуйста, колу, фанту. Сцены нормальные на напитки. Кстати, здесь есть еще небольшая сцена, где по вечерам играют музыканты. В общем, я набрал креветок. Вот мои креветки. Вот эти уже приготовились. Еще взял мидии. И решил приготовить на всех. Мне пожарили мясо. Смотрите, как все это дело аппетитно выглядит. И наш стоп тихонько набирает обороты. Мы снова набрали целую кучу всего. Во-первых, мы взяли стейки, говядина, курица с соусом, барбекю. Там подается очень хороший. Потом взяли роллы с лососем, креветки, кучу мяса, чтобы его пожарить. Саша на барбекю сделал креветки. Потом мясо с овощами. Снова креветки и мидии. Нашла вот такие вот куски лосося. Сейчас варим супчик. Взяла спагетти с куриными ножками. Ну, может, кто захочет, кто не любит тайскую. Потом Саша, ай, мама взяла рис с мясом, там овощи для папы. Ну и сейчас будем все это дело поглощать и делиться своими впечатлениями. Так, хорошо, отдыху и вкусную еду. Ура! Я попробовал свои стейки. Обалденно вкусные. Вот этот соус рекомендую. Если будете здесь, обязательно возьмите соус к мясу, который около повара, который жарит мясо. А я тем временем погружаю лосось в нашу кастрюльку. Вот если вы хотите что-то пожарить, выкладывайте наверх. Но предварительно надо там жир растопить, иначе все прилипнет, пригорит. А я хочу отварить, и все погружаю в воду. Будет отварной. Вот единственное, соль забыла. Папа у нас ест более привычную еду. Мама, как тебе стейки? Ты, кстати, уже попробовала? Мама пилит-пилит свой стейк. Ножик туповатый. Прожарку покажи. Сейчас я разрезу. У тебя, я смотрю, сливочный соус, томатный соус. Я всего положила, чтобы вкусно. Давай, пробуй. Прям шашлычок. Шашлычок. И быстро готовят. И можно есть сколько хочешь. Пока не лук. Надеюсь, что этого не произойдет. Саша тем временем раздобыл салфетки. Смотрите, соль в таких пачках дает. Прикольно. Интересно, да? Наверное, на тарелку всыпаешь и пользуешься. Хорошо. Мама сказала, стейк очень вкусный. Да, очень вкусный. Мы с мамой замутили супец. Тайцы смотрят, наверное, на него и думают, что за чудо-юдо. Это уха. Лук, рыба, морковка и соль. И будем хлебать. Очень наваренский бульончик получается. Кстати, рыбка уже готова. Можно доставать. Смотрите, какая она красивая. Кстати, стейк. Сейчас ем стейк. Это просто бомба. Свежий, большой. Я считаю, что это недорого, за этот букет. Столько здесь мяса, столько морепродуктов. Они постоянно все докидывают. Просто нескончаемый поток еды. Ты макни в мой соус. Вот это вот. Вот сюда. Я взял его побольше. Да, макай. Он обалденный. Островат, конечно, немного. Но мне так нравится. Острый, но вкусный. В общем, будьте здесь и знайте, что взять. Мама, как тебе вообще это заведение? Я удивляюсь, так много еды и так мало денег. Ну да. Вообще. Даже не верится. Ты бы хотел, чтобы в России такие были? Да. Ты бы ходила? Конечно, идти. Давайте попробуем роллы. Я их полила целым соусом. Взяла васаби. Там такая здоровая чашка васаби. Я сейчас даже не поняла, что это. Пол бедра васаби. Правда, у меня нет палочек. Вы уж меня простите. Буду я с силкой. А как и с коктей? Вот это, я считаю, настоящий безлимитный буфет в Паттайе, который отвечает всем стандартам клевого буфета. Идеально. Здесь есть все, что нужно. Нормальная цена. Есть свободные столы. Большой выбор мяса. Большой выбор морепродуктов. И раньше доплачивают роллы. Кстати, такие, ну, не прям, чтобы это взрыв мозга, не выдающиеся. Стейк мне нравится намного больше. Ну, просто захотелось роллов вот с соусом, соевом, поэтому взяла. А так роллы здесь не основное блюдо. А я сейчас пробовал креветки, которые сам приготовил. Очень вкусно, особенно соусом. Рекомендую вот этот соус. Он, конечно, острый для тех, кто любит поострее. Кстати, что касается стейка. Вы можете сказать стейк из курицы, из говядины или из свинины. Да, и при этом еще можно взять рыбу, чтобы вам пожарили. Можно рыбу в соли. Я ворую соус. Выбор очень большой. Аккуратный наш. Кстати, рыбка у нас получилась очень клевая. Ульон наваристый, вкусный, не острый. Там, знаете, такой домашний супчик. И вот мы рыбку вылавливаем от единия. Как вы знаете, я люблю хвостика креветок. Каждый раз, когда я иду в безлимитный бухет, я обязательно беру хвостики. Чаще всего, когда вы готовите креветку на мангале, она будет безвкусной, потому что она без специи. Поэтому обязательно берите какие-то специи, макайте их в хвости креветки. Тогда это будет очень вкусно. Я вот макаю свой соус. А вам нужно соус подобрать под себя. Если острое вам не подходит, то берите что-то не острое. Берите кетчуп. Как минимум. С этим соусом. Вот, знаете, 5 баллов. Отлично. Ну-ка, да я попробую. Прям захвалил, захвалил. Давайте попробуем хваленые креветки. Их приготовил Саша. Говорим из-за этого спасибо. Вообще Саша дома не готовит. Только в экстренных случаях, когда я болею. И получается у него неплохо. Я бы тоже сказала, что хорошо вкусно и всегда полезно. Так, куда ты ее макаешь? Мой супер соус. Мой супер соус. Напишите, а ваш муж готовит часто? Вкусно? Вкусно. С соусом вкусно. Как она не соленая получается, когда макаешь соус, проявляйте ее вкус. И соусом готов. И видно, что она такая, знаете, свежая, плотная. Не разваливается, не мягкая такая, прям, знаете, подпорченная. Свежачок. И размер большой. Мне нравится, что здесь большие креветки. Есть, кстати, маленькие, вот чтобы отварить. А есть большие. Вы их делаете на гриле. И в них столько мяса. Не экономят, не жадничают. Поэтому хочется возвращаться сюда снова. Мама чистит для папы креветки. Ему некоторая еда немного острая, поэтому он активно закрывает ее водой. Все горит. Мама, как тебе не остро? Как вкусно. Мам, креветки. Курьенчик. Прямо как попало домой. Добро пожаловать домой. Сейчас мама первый раз в жизни будет отваривать гребешки. Я однажды сделала гребешки, и плохо их сделала, потому что не убрала вот эту вот черную штучку. Здесь гребешки уже очищенные. Берете и варите. Мама, бери гребешки. Гребешки, а как их варят? Ну, прям вот так вот закидывай, все вместе, целую, не по одной, целой кучей. Бульон, да? Да, все в бульон. Такая красота у нас получается. Теперь бульон будет еще вкуснее. Я люблю гребешки под сыром. Здесь, к сожалению, сыра нет. Придется отварить. Саша сейчас активно все помешивал, все готовил. Так здорово! Мы все вместе за большим столом, который скоро сломается от избытка еды. Едим, слушаем приятную тайскую музыку. Еще Мария решила добавить креветки. Вот это у нас бульон получится. Вторая партия морепродуктов почти готова. И хотела вам еще сказать, в этих бухлетах все классно. Единственное, жарко. На улице сидишь, здесь жарко. Вот от этой штуки жарко. Вентиляторы работают, но они не прям, чтобы тебя сильно охлаждают. Ну и еще минус, пожалуй, буфета в том, что тебе нужно готовить самим. Для кого-то это действительно минус. Маме очень понравилась красная рыба, поэтому она сходила за добавкой. Это правда очень вкусно. Мы съели гребешки, и сейчас очередь загружать мясо. Мы все загружаем по очереди. Зажаримся. И так, кстати. Можно, кстати, действительно зажарить мясо. Можно отварить. Как вам больше нравится? Ой, друзья, я прямо от души наелся морепродуктов. Если вы тоже хотите иметь просто объезд, то обязательно приходите в безлимитный букет и наслаждайтесь. Также, я думаю, вы уже заметили, то, что здесь играет тайская музыка. Достаточно зажигательная. В ней можно потанцевать. Конечно, разговаривать не очень комфортно, потому что музыка громкая. Но, в принципе, всех слышно. Я сейчас попробую мясо, которое мы приготовили. Из-за того, что у нас очень наваристый бульон, мясо получилось вкусное. Пропитанное всякими специями, солью. Видимо, вот от морепродуктов что-то выходило. Мясо получилось прямо обалденное. Так что, если будете готовить мясо, то закладывайте его в самую последнюю очередь. Мы сейчас перешли к самому вкусному мороженому. Смотрите, я себе уже наложу вот такую тарелочку. Обязательно берите эти трубочки. Они нереально вкусные. Ну, еще здесь много всего, что можно взять к мороженому. Например, печенье. Мороженое вкусное, нежное. Приятно, что в небыще можно брать различные сладости. Трубочки, вапельки, печенье. Я взяла шоколадное, клубничное и крем-брюле. Так, смотрите, какое оно нежное, мягенькое. Мария, вкусно? Я себя тоже не обидела. Ливи, клубнику, пламбир, шоколад. Капельки, трубочки. Все берут и я беру. Все берут и я беру. Это девиз таких заведений. Все берут и я беру. Мы чего к этому такому? Пришли, чтобы вновь всего наесться. И, знаете, мы с Ашей очень часто в таких буфетах два раза подходим к холодильнику. Мы берем мороженое, посидим, такие полчаса. Идем сейчас мороженое. Пойдем. Вот так, кстати, выглядит заведение. Называется оно Найпор. Чтобы вы понимали, где оно находится и как выглядит со стороны, когда будете сюда приезжать. Мы наелись. Все было очень вкусно. Этот безлимитный буфет существует уже очень давно. И многие местные, кто живет в Паттайе, его любят и знают. И информация об этом месте, его местоположение передается из уст в уста. Как какой-то древний секрет местных. Так же и мы его получили. Мама, как тебе этот шведский стол? Ох, я так наелась. Ну нельзя так много есть. Нельзя. Я вот приехала сюда худеть, вы меня опять. Слили столку, девчонки. Размер. Хороший человек это, чтобы. Ну так. Было все вкусно. Прямо хотелось есть и есть. Глаза разбегаются, не знаю, что взять. Хочется и салатика, и морепродуктов. Но мы старались так поесть, чтобы вот... Все самое дорогое, короче, пролю. Самое дорогое, которое вот... Не купишь каждый день домой. В общем, у нас на этом все. Большое спасибо, что посмотрели это видео. Вы были в канале Личное Лето. Если выпуск вам понравился аксесс, для вас полезен, то ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Пишите добрые комментарии. Точку на данном заведении мы оставим внизу, в описании, под нашим видео, на нашей карте. Мы до следующего выпуска вас очень сильно любим. До новых встреч. Пока. Пока.